Приветствую вас, и давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что происходит у вас. Значит, первое. Вы пишете, что не могу найти смысл жизни. Итак, вопрос сразу такой экзистенциальный, и мы здесь сразу с вами должны немножечко определиться. Вот этот смысл жизни, который вы хотите найти, он формируется из ваших предпочтений по отношению к культуре. Что это значит? Существуют две основные культуры. Это культура достоинства и культура полезности. И это надо сказать, что культура полезности – это та культура, где человек стремится приносить пользу всем. И где вся жизнь – это, по сути дела, подготовка человека к различным этапам своей жизни, в том числе и к смерти. Культура достоинства – это когда к каждому этапу отводится своя самостоятельная роль. И вот в зависимости от того, какие у вас установки, вам и нужно будет выбрать для себя направление своей активности, направление своей деятельности, либо в сторону пользы, если да, то почему, чем это обусловлено, и не ошибаетесь ли вы в своем выборе. Либо это в сторону культуры полезности. Ой, культуры достоинства, прошу прощения. И тогда вы просто-напросто уже в другую сторону идете, принимая за смысл жизни то, что вы делаете сейчас. А делаете вы очень важное дело. Вы воспитываете ребенка именно сейчас, в тот самый важный период, когда ребенок впитывает основные модели поведения. И вам, как никогда, ранее, сейчас нужно, чтобы ребенок, чтобы ребенок видел перед собой счастливую маму и счастливого отца. То есть на вас на самом деле лежит очень большая ответственность. Это ответственность по воспитанию ребенка. И мне непонятно, почему вы считаете, что это ничтосно. Почему вы считаете, что быть родителем – это ничего не значит. Это первый вопрос. Далее. У вас есть постоянная депрессия, если вы. Откуда вы знаете, что у вас депрессия? Депрессия – это болезнь. И как и при любой болезни, диагноз, свидетельствующий о ней, может вставить только врач. Мне непонятно, почему вы ставите в себе диагноз сами и исходите из этого. Откуда вы знаете, что у вас депрессия? Обычно человек, современный человек, я имею ввиду, используют депрессию для того, чтобы по сути дела иметь возможность себя жалеть. А человек использует осознанно или нет, в данном случае, это не так важно. Депрессию, как средство привлечение к себе внимания. То есть вам, по сути дела, нужно, чтобы вас, ну может быть, тут вот зависит, ну тут вот довольно-таки много есть вариантов. Вам нужно, чтобы, например, вас, допустим, заметили, вам нужно, чтобы на вас, допустим, обращали внимание и так далее. То есть вот такая, в целом, не хитрая система получается. Давайте подумаем, чем выгодна вам депрессия? Что вы получаете от нее? Может быть, жалость к себе, может быть, комфортность, что вы все-таки можете что-то делать, что вы все-таки можете вот находиться в том состоянии, в каком сейчас. Подумайте, подумайте, что заставляет сейчас вашу зону комфорта. Вы пиздец, любящий муж. Значит, вы уже точно не ничтозный человек, потому что вас любит мужчина. Работала во многих сферах, но тяги так ничему и нет. Трудно сразу определить, работали почему, работали зачем, работали для чего. Как вы с детства организуете свой труд? Заставляли ли вас в детстве делать какие-то вещи? Или наоборот, вас не заставляли делать какие-то вещи? Вы были предоставлены самой себе. Как относились родители к вашей деятельности? Как они оценивали вас? Это очень важные вопросы. Постоянно строю планы. Зачем вы строите планы? Для чего вы строите планы? Плюс как. Планы строить можно по-разному. Можно строить реальные, осуществимые планы, а можно строить планы довольно-таки оторванные от реальности, именно для того, чтобы чувствовать себя как-то лучше. Когда человек строит планы, он чувствует себя лучше, он чувствует, что он живет, он чувствует, что, в общем-то, у него все в порядке относительно. И человек, по сути дела, чувствует, что строят планы, он как-то реализовывается. На деле это элиза. Поэтому какие у вас планы, какой с целью они связаны, и какие у вас цели. Вполне возможно, что из-за того, что вы с ребенком, ребенку 6 лет, то есть это довольно маленький ребенок, и требует постоянного внимания, понятное дело, что вам только остается, что строит планы. Надо сказать, что если вам ребенка не с кем оставить, то на облечащиеся полтора года планы лучше никаких не строить, ибо смысла это не имеет. Если есть с кем оставить ребенка, это другой вопрос. Или постараться сделать так, чтобы вам было с кем его оставить. Насколько разговоров в диван не идут, но они сейчас и не могут идти никуда дальше, и бы у вас с ребенком винить себя для того, что родила, так и не добившись ни чехол своей жизни, ни карьеры, ни друзей, ни мечты. Здесь, как бы, складывается конфликт. А о чем вы думали, когда рожали? О чем вы думали, когда выходили замуж? Откуда у вас эта установка, что обязательно нужно родить ребенка, имея карьеру, имея друзей и осуществить мечту? Складывается ощущение, что у вас борются две установки, одна ваша, другая не ваша. И из-за этого вы испытываете апатию. Из-за борьбы этих двух установок у меня полнейшее отсутствие концентрации. Это связано во многом с ребенком, потому что ребенок отнимает на все ваше свободное время, но я думаю, что вам можно тренировать свое внимание, но для этого необходима некоторая работа. То есть тут работа по анализу мотивов и по анализу смыслов. То есть почему я это делаю и для чего я это делаю, ради чего я это делаю. Тут нужно вот выявлять мотивы, выявлять смыслы, придавать как можно больше мотивов и смыслов тому, что вы делаете. Не могу довести дело до конца. Тоже непонятно, какое дело вы можете довести до конца, если у вас сейчас ребенок 6-месячный, откуда вы, как вы можете это сделать? Просто теряю интерес, хобби нет, ребенок занимает много времени. Ну вот вы в принципе сами сказали, в свободное время я занимаюсь хозяйством и играю в выгодный телефон. В игре играть, конечно, может быть не нужно, вам лучше заниматься собой, или что-то читать, или просто ухаживать за собой, или мужу посвящать время, но играть в выгодный телефон как-то не стоит. Наверное, находиться в постоянной депрессии из-за этого. Из-за чего этого, не очень понятно. Раньше у меня была сила в студенческие годы могла горы свернуть, а последние лет 5 просто амеба. Помогите, пожалуйста. Смотрите, значит, вы пишите, что в студенческие годы вы могли свернуть горы. Чем ваше положение, ваша позиция отличается от той, что была погода? Тем, что вы вышли замуж, тем, что вы стали мамой, и, соответственно, перестали принадлежать себе. Вот, и давайте мы с вами подумаем. Если у вас были студенческие годы, значит, вы учились и получали высшее образование. Как я понял, высшее образование вы не получили, но его всегда можно дополучить, это не такая уж большая проблема. Но, спросить вас, я хотел немножко о другом. А именно, вы когда решали образование не получать, я так понял, вы бросили в университет, вы чем руководствовали? Вы что-то думали? Раз ребенка оставили, значит, вы не совершили аборт, значит, вы его хотели. Что вам двигало? Вспомните свои мотивы. Это первое. И второе. Вам необходимо больше свободного времени. То есть, вам необходимо отдыхать, вам необходимо оставлять ребенка с кем-то, вам необходимо жить для себя. Вы совсем себя потеряли. Ну, а дальше, на самом деле, грамотное целеобразование. Вам рекомендована, я бы сказал, экзистенциальная терапия, гуманистическая терапия, мне кажется. Здесь пройдет. И в определенном порядке, действительно, пройдите диагностику у психиатра, чтобы он подтвердил, подтвердил или опровергнул наличие от депрессии. Потому что, если у вас депрессия, то это уже болезнь, а болезнь лечится совершенно по-другому. То есть, тут психолог вам поможет только как сопутствующий специалист. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.